Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые спикеры. Я приветствую вас на презентации результатов исследования белорусов в Польше, Литве, Грузии, отношения к войне, помощи Украине и дискриминации. С 24 февраля, как нам известно, с первого дня российской агрессии против Украины официальный белорус стал ее соучастником, а остальные белорусы оказались в свою очередь представителями государства-агрессора. Это поставило белорусов в Польше, Литве, Грузии и других странах, активно поддерживающих Украину, в двусмысленное и противоречивое положение. Группа белорусских социологов под руководством кандидата социологических наук Олега Лампиева и независимого социолога Филиппа Беканова при поддержке ФОД имени Фридриха Эберта исследовала проблемы дискриминации белорусов в разных странах. Исследование включает три темы. В первую очередь, это отношение белорусов, проживающих в разных странах, к войне в Украине, помощь со стороны белорусов, Украине и украинцам, и дискриминация и неприязненные отношения к белорусам, проживающим в отдельных странах после начала войны в Украине. Результаты исследования сегодня представит Филипп Беканов, независимый социолог по обсуждению результатов, примут участие доктора Форра Стопеня, директора «Идеи», руководитель белорусской инициативы «Чатом Хаус», Наталья Рябова, социолог с персимпой Байфарт и Витис Юрконис, политолог, глава офиса «Фридом Хаус» в Литве. В заключительной части нашей встречи будет возможность задать спикеру ваши вопросы, поэтому оставляйте вопросы в комментариях, мы постараемся в конце их задать. Сейчас я для приветствия слова передаю голос Кристоферу Форсту, представителю фонда имени Фридриха Эйберта в Беларуси, а также руководитель регионального офиса «Диалог Восточный Игорь». Большое спасибо, присутствую также с моей стороны всех наших гостей, извините, что говорю по-английски. В моем случае сейчас я говорю из Тбилиси. Изгнание – это действительно новая норма, как фонд Фридриха Эйберта, старейший политический фонд Германии, привяженный ценностям свободы, солидарности и справедливости. Мы рады поддерживать это исследование о белорусах Польши, Литве и Грузии. Как они ведут войну в Украине, помогают украинцам, и с какой дискриминацией они сталкиваются в изгнании из-за действий белорусского режима с 24 февраля. Мы сами, как представители фонда, имеем свой офис в Украине, и более половины нашей команды остаются там. 24 февраля, несомненно, изменило мир и, несомненно, стала второй очень важной датой в новейшей белорусской истории – после 9 августа 2020 года. В День независимости Украины я прочитал немало сообщений в соцсетях, в которых говорилось, по крайней мере, было 9 августа 2020 года, и нам не придется так стыдиться о роли Беларуси в войне, как это было бы в противном случае. Но в то же время режим играет свою роль в войне. Официальная Беларусь осматривается украинцами как со-агрессор. Было проведено несколько опросов о том, как война формирует общественное мнение, восприятие режима и демократического движения внутри Беларуси. И, кстати, это отличный шанс прорекламировать другое издание, которое поддерживает наш фонд, в котором также участвует Филипп, а именно «Беларусь Ченж Трекер». Так что погуляйте первое издание или следите за запуском второго издания в ближайшее время. Но исследования внутри Беларуси, конечно же, имеют свои ограничения. И, честно говоря, не всегда легко сказать, что делать с полученными результатами, учитывая крайний уровень репрессий. Но с несколькими сотнями тысяч белорусов и гнаний эта группа общества становится все более и более важной, пусть и по печальным причинам. Тем не менее, межстрановые анализы того, что думают белорусы в знании, практически отсутствуют. Исследования, которые мы сегодня предоставляем вашему вниманию, дают нам возможность понять это немного лучше. Провести такое исследование тоже непросто, и оно может иметь свои недостатки, как нам, конечно, объяснит Филипп. Но оно все равно очень ценно и проводится в других условиях, чем, конечно, исследования в самой Беларуси. Я, конечно, уже ознакомился с исследованием и знаю, что выводы, хотя и неудивительные с точки зрения их тенденций, в какой-то степени впечатляют в плане того, насколько едины белорусов и знаний в определенным вопросах. Но есть и некоторые различия между странами, и их тоже важно заметить. Особенно, когда речь идет о третьем из трех вопросов, которые рассматривают данное исследование, а именно о дискриминации, с которой сталкиваются белорусы в знании. Это может рассказать нам о том, в каких областях правительствам и гражданам этих стран следует пересмотреть свой подход. В целом, результаты этого исследования могут быть полезны для самих акторов из этих стран. Будучи выходцем из Германии, я могу сказать, что мне даже немного жаль, что Германия не была включена в исследование, чтобы мы могли использовать его для создания определенного политического давления на немецких партнеров. Но они могут быть наиболее полезны для белорусов, а именно для демократических сил, независимых НГО или независимых СМИ. Все еще помнят, например, компанию «Саша 3%», которая была построена на определенном нерепритативном интернет-опросе. Но здесь мы имеем настолько репритативные, насколько это возможно в данных условиях, цифры, некоторые из которых очень впечатляют. Они могут быть очень полезны для того, чтобы показать, как белорусы за рубежом относятся к войне в Украине, сколько из них помогают украинцам и в каких областях они сталкиваются с дискриминацией с начала войны. И, честно говоря, некоторые из них нас самих удивили, по крайней мере, меня. Я могу себе представить, что некоторые из них могут быть весьма впечатляющими для польско-литовской или грузинской общественности. Конечно, не стоит забывать, что Белорусы, Польша, Литве или Грузии не являются идеальным зеркалом белорусского общества внутри страны. Общественное мнение там может сильно отличаться, но они являются частью этого общества и не включены в социологические исследования, которые фокусируются только на белорусах Беларуси. Они также создают собственное сообщество в странах своего в идеале временного переезда. Поэтому я очень рад, что у нас теперь есть свежие данные, позволяющие лучше понять их, и надеюсь, что они будут восприняты как полезны и, возможно, использованы на некоторых из упомянутых мною направлений. Я бы очень хотел благодарить авторов за их работу. С нетерпением жду вашей презентации, Филипп. И, наконец, хотел бы поблагодарить моих коллег из фонда. Прежде всего, Тараса Михальнюка, который проделал огромную работу с нашей стороны. Так что еще раз спасибо, Филипп. Пожалуйста, переходим к вам. Большое спасибо, Кристофер. А сейчас переходим, собственно, к презентации исследования. Передаю слово Филиппу Беканову. Добрый день. Благодарю. Благодарю за платформу. Пока буду включать презентацию, постараюсь сказать пару слов благодарности, во-первых, фонду Фридриха Эйберта, который поддержал проект. Это очень важно. Я считаю, что это исследование одно из самых важных, которые я делал за последнее время. Оно очень релевантно, актуально, как Кристофер абсолютно правильно сказал. Белорусская диаспора выпала из фокуса, из линзы изучения всех исследователей. Большая часть исследований так или иначе сфокусирована внутри Беларуси. А с диаспорой, с группами, которые появились после августа 2020 года, после войны, действительно, есть вопросы. Не совсем понятно, что там происходит. Сейчас должен встать виден экран. Прежде чем мы начнем презентацию, я должен сказать пару слов об авторстве этого исследования. Я, несмотря на то, что сегодня презентую его для вас, я не являюсь полноправным автором этого исследования. Методологию, подход и анализ польской части исследования. У нас исследование покрывает белорусов в трех странах – Польша, Литве и Грузии. Вот. Методологию, общий подход и анализ польской части разработал мой коллега, блестящий исследователь Олег Алампьев. Автором анализа по Литве и Грузии являюсь я, ваш покорный. В принципе, разобравшись с этим, можем приступать. Да, и еще важно сказать, презентация, которую вы видите – это иллюстративная вещь. Все, что я сейчас скажу, будет в полной версии отчета. Отчет будет распространен сегодня, я так понимаю, что ссылка появится в самое ближайшее время и будет разослана всем зарегистрированным участникам сегодняшней презентации. Все. Разобравшись с формальностями, приступаем. Во-первых, нужно немножко поговорить про то, кого и как мы опросили. Как правильно заметил Кристофер, у нас действительно есть некоторые проблемы, связанные с особенностью методов сбора данных и нашего доступа к респондентам нашим. Ни в Польше, ни в Литве, ни в Грузии у нас нет никакого доступа к так называемой основе выборки. То есть к какому-то документу или набору документов, который позволил бы нам оценить, сколько белорусов, где живет, в каком возрасте они находятся, какое у них образование. То есть получить какое-то реальное распределение вот этих параметров по генеральной совокупности. Соответственно, у нас нет возможности выстраивать выборку, исходя из этого знания. Мы вынуждены были, по большому счету, прибегать к набору снежным комовым, распространениям в центре каких-то вот группах, где концентрируются мигранты из Беларуси, релаканты, чаты, каналы. В Польше нам очень помог белорусский молодевый хаб при сборе. В Литве компания «Будьма белорусами». В Грузии мы набирали преимущественно вот именно снежным комом. Строго говоря, эта выборка действительно научным стандартам не соответствует. Но при этом у нас нет никаких оснований полагать, что распределения реальные отличаются от полученных нами. Особенно вот мы убедились в этом на примере польского исследования. Вот и про Литву и Грузию думаем, в принципе, похожим образом. Почему так? Потому что мы не выявили никакой связи между этими признаками, которые могли бы измениться, и ответами на контентные какие-то вопросы. Да, плюс мы все-таки полагаем и надеемся, что никакой корреляции между попаданием в наш вопрос и ответами, вероятностью попасть в вопрос и вероятностью дать тот или иной ответ, ее не существует или она незначительная, будем исходить из того, что мы можем оперировать какими-то статистическими методами анализа. На данный момент это максимум того, что нам доступно. В Польше исследование проводилось на полтора месяца раньше. Это значит, что, скорее всего, цифры по Польше сейчас немного другие. Мое предположение, что они выросли, потому что вопросы у нас с точки зрения дискриминации. Потому что вопросы у нас касаются, подвергались ли вы, сталкивались ли вы с дискриминацией вот таким параметрам, и количество людей, которые сталкиваются с дискриминацией, со временем все-таки растет. И учитывая, что недостаточно времени прошло, чтобы случаи забылись, можно предполагать, что по Польше сейчас показатели немного выше, чем зафиксировано у нас в исследовании. Поедем. Сразу же, о чем, с чего начнем, да, это с того, что белорусы в Польше, Литве и Грузии, это белорусы, которые не поддерживают Александра Лукашенко, не поддерживают правительство Беларуси. В Польшу, Литву и Грузию после 2020 года, а это большая часть эмигрантской нашей выборки, в которой выехала эти люди, это оппозиция к режиму Лукашенко. То есть, виртуально почти нет, ну, нет людей, которые бы поддержали его в наш опрос, таких нет. У нас нет оснований полагать, что на территории Польши, Литвы или Грузии находится какое-то значительное количество людей, которые, в принципе, поддерживают Александра Лукашенко или правительство Беларуси. Белорусов имею в виду, речь про белорусов, конечно же. Точно так же у нас консенсус по вопросу, какую сторону поддерживают в войне Россия и Украина. Нет почти на территории Польши, Литвы и Грузии белорусов, которые поддерживали бы Россию. Есть немного людей, которые ответили нам, что не поддерживают ни одной из сторон, но все еще консенсус – это поддержка Украины. Поддержка Украины и, как мы дальше увидим, что это поддержка, в чем она выражается. Важно отметить, что большинство людей возлагает вину в конфликте тоже на Россию. При этом достаточно много людей отмечают, что и Беларусь тоже виновата в чем-то. То есть люди чувствуют, что Беларусь к началу войны сопричастна. Здесь достаточно интересно сопоставить это с результатами других исследований, которые коллеги проводят. Вот Рыгор здесь у нас есть Остапене, он будет позже выступать. Его команда зафиксировала, что в Беларуси достаточно много людей не знают, что Беларусь втянута в войну. В принципе, вот с белорусами за рубежом ситуация получше. То есть там у Рыгора, по-моему, около 20% соглашались с тем, что Беларусь – это соагрессор. Здесь мы видим, что это показатель значительно выше. То есть люди, в принципе, понимают, что Беларусь к началу войны сопричастна, несмотря на то, что основную вину возлагают на Россию. Люди, которые отвечают, что страны виноваты в войне ЕС и США, наша гипотеза заключается в том, что это просто недостаточно большое внимание к региону. Учитывая другие распределения ответов, мы можем предположить, что это не нарратив России про НАТО, расширение, а про то, что просто недостаточная решительность была проявлена, недостаточная твердость в поддержке Украины, и что войну можно было предотвратить, как-то показав твердость. Это гипотеза наша такая. Больше 70% каждой из стран, в Польше даже больше 80% приняли участие в помощи украинцам. Что мы здесь имеем в виду? Эта помощь, она не виртуальная какая-то, это помощь достаточно реальная. Мы видим, что в Польше больше людей помогло. Это связано, скорее всего, с тем, что в Польше проще помочь украинцам, потому что в Польше просто больше людей из Украины, туда едет больше беженцев, туда проще попасть. Это основная страна, согласно отчету UNDP, которая принимает беженцев. И какие варианты помощи? Это митинги, это самый популярный вариант, и это материальная помощь и поддержка. Здесь еще есть варианты про социальные сети. Мы провели специальный анализ, чтобы найти людей, которые помогли бы исключительно в социальных сетях, то есть которые выбрали бы только распространял информацию в соцсетях и поддержал путем выражения солидарности в соцсетях, но не выбрал ничего остального, ничего другого. Таких людей в каждой из стран меньше 2%. То есть белорусы, которые находятся в Польше, Литве или Грузии, активно поддерживают Украину и активно вовлечены в разную степень помощь Украине, украинским беженцам в Польше. Как мы уже видим, больше какого-то именно прямого, прямой поддержки, то есть это передача одежды, вещей, продуктов, участие в волонтерских акциях. Как я уже сказал, это объясняется, и жилья беженцам. Как я уже сказал, это объясняется тем, что в Польше просто больше возможностей для такой помощи. Собственно, едем дальше. И перейдем ко второй важной теме, которую мы свяжем потом с первой темой с помощью. Это дискриминация. Беларусь, как Стася очень правильно заметила, попала в такую достаточно неприятную ситуацию, и белорусы оказались втянуты в эту ситуацию своим правительством и Россией, которая с территории Беларуси осуществляет обстрелы и осуществляла заход войск, что Беларусь оказалась в статусе соагрессора. Вполне ожидаемо, что это привело к ухудшению отношения к белорусам в Украине и в других странах. И мы измерили, собственно, как часто белорусы сталкивались с какими-либо проявлениями дискриминации. Мы понимаем какое-то ограничение прав под дискриминацией, надо проговорить. Мы понимаем ограничение прав или возможностей человека или группы, неравное к ним отношение по принципу национальной или гражданской принадлежности. То есть мы, в принципе, очень широко понимаем, что такое дискриминация. В дальнейшем мы развернем, что это такое именно. Мы учитывали как какие-то структурные вещи, такие как отказ в трудоустройстве, открытие счета в банке, так и просто ухудшение, какое-то отношение к белорусам, оскорбление. Мы это старались развести. Поговорим про это чуть-чуть дальше. Что здесь важно, что нам заметить? Мы спрашивали про личный опыт и про опыт знакомых, которые сталкивались. Ну и мы видим, что личный опыт, он ожидаемый чуть меньше, знакомый опыт, ожидаемый чуть больше. И у нас есть четкий паттерн. Мы видим, что в Литве, в принципе, меньше опыта дискриминации, чем в двух других странах. Хуже всего ситуация в Грузии, где личного опыта есть у 40% белорусов. Итого, если вот сопоставить, точнее объединить опыт личный, опыт знакомых, который очень важен, потому что он формирует картину, через которую люди смотрят на мир вокруг них, то мы обнаружим, что дискриминация – это на самом деле часть уже реальности для большей части белорусов Польши и для большей части белорусов Грузии. В Литве ситуация получше. Почему именно? У нас есть пара гипотез на этот счет. Во-первых, потому что в Литве белорусы по большей части живут в Вильнюсе. Это такое более тесное комьюнити, которое, в принципе, дает возможность за его пределы не выходить. То есть, находясь в Вильнюсе, можно, в принципе, общаться только с белорусами. Там сейчас очень много белорусов. И, во-вторых, в Литве, насколько мы понимаем, больше понимания именно внутренних каких-то процессов в Беларуси, понимания динамики 2020 года. И, в целом, меньше проявлений. Там мы дальше увидим, что литовцы, как локальные литовцы, тоже меньше высказываются в отношении Беларуси, меньше проявляют неприязнь. Самая худшая ситуация в Грузии, ситуация чуть хуже, чем в Польше, но примерно одинаковый процент сводный получается. Что такое дискриминация? Это самые разные какие-то вещи. То есть, чаще всего, это, конечно же, словесное оскорбление. Мы учитывали это как дискриминацию, потому что мы понимаем, что достаточно субъективный показатель. То есть, кто-то может подумать, что его оскорбили за то, что он белорус, кого-то действительно оскорбили за то, что он белорус. Точно так же кто-то может подумать, что ему в найме жилья отказали, потому что он белорус. Но в то же время это опыт людей, через которые они видят мир, который они транслируют своим друзьям. Мы видели, что показатель, сталкивались знакомые, он выше. То есть, эта информация, она как-то распространяется. И это нельзя игнорировать, это нужно учитывать. Какие мы видим основные структурные проблемы? Это отказ в обслуживании в банке. Самая частая ситуация – это в Грузии. Было достаточно много медийных кейсов, где граждан Беларуси, в принципе, с гражданами России отождествляли и отказывали в открытии счета в банке или до того момента, как они какую-то паперку подпишут, или просто. Отказ в найме жилья – это больше случаев в Литве. И это в Литве, наверное, самая большая проблема. И это тоже больше случаев в Грузии. Прием на работу – это больше польская проблема, потому что в Польше количественно больше белорусов. И там количественно больше белорусов, которые занимают какие-то менее высокооплачиваемые должности. Это не только, грубо говоря, какие-то айтишники. В Польшу гораздо проще попасть и уехать. И возможностей для работы там побольше. И вот достаточно много белорусов сталкиваются с отказом в приеме на работу. Это обсуждали, когда презентовали польскую часть там в профсоюзах. Польскими очень такая ситуация неприятная. В Грузии есть интересный кейс отдельный, уникальный для Грузии. Это завышение цены на товары и услуги. Вот когда люди узнают, что кто-то белорус, то повышают стоимость какого-либо товара или услуги. Это уникальный кейс для Грузии. Его нет ни в Польше, ни в Литве. Да, при этом отказ в приеме на работу в Грузии низкий. Мы считаем, что он настолько низкий, потому что Грузия – это в достаточной степени перевалочный пункт своего рода для белорусов. Там много кто находится в ожидании польской визы или просто пересидеть. Люди не ищут там работу. Люди туда рассматривают, наши гипотезы, что рассматривают релокейт в Грузию как что-то временное, проходящее. Поэтому отказ в приеме на работу – это не настолько релевантно для Грузии. Кто? Какие представители каких национальностей дискриминируют? То есть мы видим, что это настолько же часто, почти настолько же часто украинцы, а в Польше даже чаще, как и местные. В Грузии украинцев просто количественно меньше, поэтому процент настолько более низкий. В Литве тоже чем проще доехать из Украины, и чем больше в стране украинцев, тем чаще люди сталкиваются с дискриминацией со стороны украинцев. Конечно, мы спрашивали о том, считают ли люди эту дискриминацию вообще важной, насколько эта проблема важна. Здесь у нас достаточно интересные результаты. Мы видим, что есть два ожидаемых результата, что в Польше, в принципе, процент дискриминации достаточно высокий, и, соответственно, проблема оценивается достаточно высоко. В Литве он достаточно низкий, и, соответственно, проблема оценивается достаточно низко, а в Грузии процент достаточно высокий, а оценка на уровне литовской. Это расхождение, скорее всего, тоже объясняется тем, что в Грузию рассматривают как временный вариант для релокации больше. И какие-то структурные проблемы белорусов в Грузии почти не касаются, потому что белорусы думают, что ну окей, мы просто из Грузии уедем или будем искать работу где-то еще в каком-то обозримой перспективе. Кроме того, дальше мы немножко про это проговорим, в Грузии меньше украинцев, а люди, которые сталкивались с дискриминацией со стороны украинцев, они оценивают проблему дискриминации гораздо значимо сильнее, как значимо более важную, чем те, кто сталкивался с дискриминацией со стороны местных. Это, скорее всего, людям больнее, белорусы менее, скажем так, толерантны к дискриминации со стороны украинцев. То есть какое-то проявление со стороны местных, люди, скорее всего, объясняют для себя как-то готовы, а со стороны украинцев это особенно обидно и больно, учитывая, что, в принципе, почти каждый принял участие в помощи Украине в той или иной степени, почти каждую Украину поддерживает в той или иной степени. Все против Лукашенко, все против войны. Это, скорее всего, просто какой-то очень личный опыт обиды, который вот накладывается на это. Ну и, вероятно, этим объясняется менее важная оценка проблемы в Грузии, чем в других странах в том числе. Ну и, подходя к завершению, даже несмотря на то, что, по большому счету, дискриминация – это уже часть реальности для большинства белорусов во всех странах, кроме Литвы, а в Литве для большого количества, для значимого количества белорусов, даже те, кто столкнулся с дискриминацией лично, в том числе со стороны украинцев, подавляющее большинство планирует продолжать помогать Украине в том или ином виде. И, как мы снова, как мы видели, эта помощь, она реальная, она, ну это не только какие-то там слова в соцсетях, это осязаемые какие-то вещи. Тех, кто не планирует это делать, тех, кто готов открыто про это заявить, это в вопросе, их очень мало, их меньше 10%, самый большой – это 8%. То есть нормой для белорусов в Польше, Литве и Грузии является помощь украинцам, даже несмотря на проявление дискриминации со стороны местных или со стороны украинцев. Ну и, собственно, проговорим эти выводы еще раз, и я буду передавать уже слово, а то я, по-моему, уже все временные рамки исчерпал. Белорусы в Польше, Литве и Грузии не совпадают по взглядам ни в каком образе с режимом Лукашенко в стране, они не одобряют его действия, они против Лукашенко. Ну и желательно бы, конечно, одной меркой не мерить всех, потому что если белорус находится в Литве, в Грузии или в Польше, он с подавляющей, с очень высокой долей вероятности – это не тот белорус, которого нужно как-то наказывать за действие режима. Белорусы в Польше, Литве и Грузии точно так же поддерживают Украину в войне, это консенсус и это норма. Белорусы помогают Украине, да, белорусы помогают Украине, несмотря на дискриминацию, которая становится частью социальной реальности, к сожалению, в жизни белорусов, и с этим желательно что-то сделать, какой-то адвокаси будет очень кстати. У меня на этом все, я передаю слово Стасе назад, всех очень сильно благодарю за внимание. Спасибо большое, Филипп, спасибо, замечательная презентация. Сейчас было бы очень интересно, на самом деле, послушать комментарии экспертов, и первым хотелось бы услышать Регора Стопеню, директора Центра новых идей, руководителя Белорусской инициативы Chatham House. Спасибо большое, доброе утро, добрый день всем, спасибо Филиппу и Олегу за их исследование, я думаю, что это может быть очень хороший инструмент для адвокатирования интересов Белоруссии, интересов Белоруссии за границей. Я пока Филипп рассказывал, сделал какие-то записи, я, наверное, просто пробегусь в каком-то смысле по презентации Филиппа и оставлю свои какие-то комментарии, вопросы, бурчания и так далее. Начну я, наверное, с выборки, то есть, в принципе, с диаспоры, количество эмигрантов. Я думаю, что это одна из самых важных вещей, которые сейчас нужно осознать, сколько же вообще людей находится за границей, да, и насколько большие эти диаспоральные, наверное, уши, да, ну и все еще эмигрантские, надеемся, и останутся такими на группах, да, то есть, насколько они большие, это десятки тысяч, там, более ста тысяч. Я думаю, что это очень важно для того, чтобы иметь возможность говорить о том, насколько это, насколько важно мнение этих людей, да, естественно. Тут еще, я думаю, важно сказать, и что тоже важно, может быть, для исследований и, в принципе, для тех людей, которые находятся за границей, это развитость инфраструктуры помощи белорусам, да, и насколько они объединены, и насколько они могут вместе адвокатировать какие-то изменения дискриминационных практик в отношении них, да, если я вот знаю, по примеру, Польша, да, где я долгое время живу, да, что этих организаций достаточно много, ну, в основном, конечно же, они в Варшаве, да, но их достаточно много, да, и ты всегда знаешь, что тебе помогут, это тоже помогает белорусам говорить как каким-то объединенным голосом, вот. Вот, а потом я хотел сказать, задать этот вопрос про помощь украинцам, да, я, наверное, хотел бы поднять более широкий вопрос. У меня есть тоже там параллельный проект один, и я хотел бы вот немного к нему украсть какую-нибудь идею. Видите ли вы, нашли ли вы с Олегом какие-то вещи, чем обусловлено то, какие виды помощи человек выбирает. Например, есть ли какие-нибудь там гидренно обусловленные вещи, да, по видам помощи, да, потому что я это видел, там, на примерах в Польше, да, то есть, там, на примерах нескольких семей я видел, да, что, например, белорусы парни, да, там просто заходили на банковский счет, там, и закидывали в СУ, а вот женщины, да, они все ездили по ночам на вокзал волонтерить, да, то есть это вот видел, например, нескольких семей, и, как бы, я хотел понять, насколько это вообще какой-то общий тренд, да, который обуславливается, там, именно какими-то социально-демографическими показателями, вот. Потом я хотел, наверное, сказать про дискриминацию, да, то, что когда мы думаем про нее, когда мы говорим про нее, я думаю, что самое важное – это помогать наиболее уразливым, да, на vulnerable группам, потому что, например, там, потерять работу, да, там, или иметь проблемы с работой, там, для людей, которые не являются высокооплачиваемыми, ну, это очень серьезная проблема, да, то есть, и вот эти вопросы нужно наиболее поднимать, да, я знаю, там, какие-то примеры, что, там, людям отказывали вот в выполнении каких-то работ, да, что, поскольку они из Беларуси, и я знаю, что эти люди, как бы, небогатые, да, и это, на самом деле, это является большой проблемой для этих людей, и поэтому нужно поднимать именно, я думаю, наиболее эти вопросы, да, хоть там часто в каких-то соцсетях рассуждали, там, тем, кто там кого послал, там, что-то какое-то обидное сказал, да, но это, на самом деле, там, не так уж важно, да, через полгода, через год как-то люди поймут, что там, что белорусы не поддерживают этот режим, да, и со временем будет, ну, нарастать какое-то понимание, поэтому тут самое важное, да, сконцентрироваться на тех группах, которые, там, наиболее ощущают эту дискрименцию, для которых она является, там, наибольшей угрозой, вот. И, наверное, самое последнее, да, это, значит, если говорить про какие-то, там, рекомендации, да, то это, наверное, самое большое, что нужно делать, это самоорганизация эмиграции белорусской, да, потому что если она будет находиться достаточно долгое время за границей, и если она постоянно будет находиться в этой ситуации, когда она отвечает за действия режима в глазах других людей, то, конечно же, эта самоорганизация, она необходима для того, чтобы адвокатировать и показывать людям, что мы другие, да, что мы не отвечаем за то, как поступает режим Лукашенко. На этом я остановлюсь. Еще раз спасибо большое исследователям проекта. Было очень интересно. Спасибо большое, Регор. Филипп, может быть, прокомментируете вопрос? Наверное, можно. Насчет различий, да, насчет выборки это абсолютно... Так, одну секундочку, я не понимаю, меня слышно, не слышно? Слышно. Насчет выборки, да, абсолютно солидарно. Никто, во-первых, не знает даже, сколько людей уехали. Как я уже говорил, у нас нет возможности сейчас просто взять и построить какую-то прямо суперробастную, да, вот модель белорусов за границей. Вот, поэтому делаем, что можем. Насчет социально-демографических показателей. Да, действительно, ряд различий имеется. Ну, мы решили на них не фокусироваться, потому что, ну, собственно, не показалось нам настолько важным, да, как именно помогают мужчины, как именно помогают женщины. Мы все-таки про дискриминацию в целом какую-то говорили. Вот, но действительно, женщины – это чуть чаще материальная какая-то передача вещей и волонтерства. Мужчины чуть чаще донаты по деньгам, в принципе, во всех трех странах. Да, ну и женщины в соцсети чаще постят тоже, чем мужчины. Вот такие вот различия. Возрастные различия, признаюсь честно, я не помню. Я уверен, что, может быть, проверяли, или Олег проверял, или кто-то еще, но я сейчас просто не вспомню. Ну, и я, опять же, подчеркну, что я не вижу большой важности, если честно, вот в идентификации таких каких-то возрастных различий. Ну, в целом, белорусы помогают, помогают, ну, большинство, да. То есть нету различий, что мужчины сидят на кушетке в Польше, а женщины ходят на вокзал и волонтерят. Нет, это различия, они настолько большие. Это, ну, там, когда у нас 70 с лишним, 75 плюс процентов вовлечено в помощь Украине, там плюс-минус 5 процентов, ну, не вижу чем-то существенным в зависимости от пола и возраста. Ну, и да, очень согласен со словами про адвокость, и тут добавить нечего особо. Спасибо большое. Сейчас передаю слово следующему спикеру, социолог, эксперт СМП Байпарт Наталья Рябова. Добрый день, спасибо за презентацию. Мне было очень интересно узнать эти результаты. Вот когда Филипп первый раз прислал текст, я прямо потирала ручки. Настолько мне не терпелось вообще прочитать, увидеть, в чем же разница и какова ситуация. Мне, кстати, казалось вот до того, как я увидела результаты, что ситуация у белорусов в этих странах будет больше различаться. Но вот она, тем не менее, оказалась довольно гладкой, на удивление мне лично. Может быть, мне казалось, что эта ситуация более различна. Что касается моих комментариев по поводу грузинской части этого исследования, то они будут заключаться в следующем. Я вообще не согласна с интерпретацией, что Грузию рассматривают как перевалочный пункт. Все тут сидят на чемоданах, и поэтому их там не волнует дискриминация, или они не хотят устраиваться на работу. Ситуация несколько по-иному выглядит, с моей точки зрения. Есть, конечно, часть людей, которые на самом деле перерассматривают Грузию как перевалочный пункт, особенно когда сразу после начала войны люди хотели уехать, хотели уехать в Европу, но у них не было визы, поэтому они на самом деле ехали в Грузию, получали здесь визу, что, кстати, не так просто, и затем уезжали. Однако есть масса людей, и мне кажется, что это гораздо большая группа, нежели те, которые сидят на чемоданах, которые рассматривают Грузию как место для довольно длительного сейчас проживания. В частности, люди начинают бизнесы, открывают всякие кафе, что в Тбилиси, что в Батуми, и другие бизнесы. Открывают некоммерческие организации, работают. Кстати, в Грузии представлено, наверное, под сотню уже организаций, те, которые были закрыты в Беларуси, и сейчас в том или ином зарегистрированном или незарегистрированном виде работают здесь, отсюда, для Беларуси. Люди покупают недвижимость, ну, то есть нельзя сказать, что вот эта вот довольно большая, молодая и айтишная диаспора приехала посидеть на чемоданах. Вот эта вот цифра интересна, только 2% отказов приема на работу. Тоже вы ее объясняете тем, что Грузию рассматривают как перевалочный пункт. Частично это, наверное, правда, но с другой стороны, в основном люди из Беларуси сюда приезжают и привозят свою работу с собой. То есть НГОшники, соответственно, работают в своих НГО, зарегистрированных или нет, или зарегистрированы в других местах, или здесь, в Грузии. Там бизнесмены, соответственно, что-то открывают, люди работают удаленно, фрилансят, работают друг на друга и так далее. То есть мало кто действительно идет и устраивается на местный рынок труда, не зная грузинского языка. Поэтому, в общем, эта цифра и невелика. Что касается довольно больших цифр отказа в приемах, отказа в найме жилья и отказа в открытии счетов по 34%. Да, это проблема, правда, она была, особенно что касается жилья, актуальна. Вот знаете, сразу после начала войны, в марте, в апреле, когда действительно сюда нахлынули просто какие-то огромные толпы людей, молодых мужчин, боящиеся мобилизации. Ну, в общем, много кто. И действительно, рынок жилья взметнулся до небес. И, соответственно, арендодатели могли там отшвыривать белорусов и отказывать им только на этом основании. Но нужно еще понимать, что для Грузии это же очень такая личная недавняя травма. Многие действительно испытывают очень много эмоций касательно России, потому что 20% территории Грузии оккупированы Россией. Когда начинается новая военная агрессия, и Беларусь сопричастна. Не очень многие грузины, кстати, в полной мере осознают, что у нас происходило в 2020-2021 году. И тут приезжают белорусы, то как бы действительно эмоционального отношения со стороны местных, ну, оно было. Сейчас поменьше стало, как мне кажется, но тем не менее. Вот. Что еще я хотела тут сказать? Прокомментировать то, что проблема дискриминации не представляется такой важной для белорусов, которые живут в Грузии. Ну, частично это объясняется, наверное, тем, что если в Литве и Польше действительно эти все вопросы легализации очень важны, и без там песеля или там номера или визы, ну, ты не проживешь, не устроишься на работу, ничего не сделаешь, что в Грузии, как вы знаете, можно жить без вида на жительство, вот, можно получать зарплату, условно говоря, в зарубежных источниках и даже не становиться налоговым резидентом Грузии. Поэтому, ну, какой-то там отказ, допустим, в том же самом Гуань-Женина, что фактически не влияет. Ну, не получил и не получил, может, живи себе дальше работой там и так далее. Вот. Поэтому, наверное, при всех этих каких-то проявлениях белорусы в Тбилиси не считают проблему дискриминации настолько важной по сравнению с Польшей и Литвой. Что еще? У меня еще возникло очень много вопросов, на которые ответов нету, потому что они ставились как вопросы в этом исследовании. Например, насколько часто польские, литовские, грузинские белорусы видят друг друга, что они друг по другу знают и думают. Но я понимаю, что ответов просто нету в этом исследовании, просто таки стало интересно, а ответить некому. Ну, ровно как и всем интересно, действительно, количественные показатели белоруса в разных странах, и тоже на этот вопрос некому ответить. Ну, вот, наверное, такие мои основные комментарии. Может, Филипп, хочешь на что-то отреагировать? Да, спасибо большое, Наталья. Филипп активно реагировал, когда вы говорили. В основном соглашался со всем, да, это безусловно. Я не эксперт по Грузии, именно вот с этой целью, собственно, Наталье все на рецензию, так сказать, отправили, чтобы обозначить, где мы могли что-то не так проинтерпретировать. Да, привозят работу с собой, абсолютно солидарен. Это тоже наверняка вклад в это во все, и, ну, это во многом, наверное, и объясняет, в том числе, и важность, воспринимаемую важность дискриминации, что, ну, с работой все в порядке, как бы, с источником дохода, с большего. А более высокий уровень по поводу, ну, низкая осведомленность грузин, которые не очень в курсе про 2020. Да, у нас в полной версии текста отчета это действительно тоже упоминается, это правда так и есть. Вот, насчет вопросов, на которые нет ответа, да, я только могу, опять же, солидарность проявить. Вот, очень интересно было бы узнать, в принципе, думаю сейчас, как бы это нам так изгалиться и посчитать хотя бы приблизительно, сколько людей уехало. Есть пара идей, вот, думаю, что в каком-то ближайшем времени попробуем это сделать. Спасибо большое, Филипп. Я передаю слово нашему третьему эксперту, Викцу Ирконису, политологу, главе офиса Freedom House в Литве. Добрый день, спасибо большое за исследование, очень-очень интересно, как бы, и, конечно, приятно видеть некоторые цифры по поводу того, что Литва по сравнению с другими выглядит чуть-то лучше, но я согласен, как бы, с исследователями, что это есть, как бы, некоторые причины, которые были перечислены. Ну, давайте по пунктам отметить, что мне кажется очень важным. И тут я видел уже некоторые вопросы по поводу визовой поддержки, которую Литва одна из самых первых, если не первая, показывала гражданам Беларуси, пострадавшим. То есть Литва помогала, помогает и будет помогать репрессированному гражданскому обществу. Это никак не меняется, несмотря на то, что в последнее время видим некую такую конкуренцию разным заявлениям по поводу ограничений виз и так далее. И там есть много нюансов, где там люди, ни журналисты, ни политики, прямо, скажем, даже не разбираются, какие там шенгенские, национальные визы, какое основание, туризм, не туризм. И я надеюсь, что это не видится, ну, то есть восприятие, конечно, мы про это чуть-чуть поговорим, что есть какая-то дискриминация по паспорту. Оно может быть, но, по сути дела, весь этот разговор, который сейчас ведется, он имеет куда более простые вещи, как какой-то там пиар, и точно нет никакого желания как бы дискриминировать там белорусов по паспорту. Так Литва помогала, помогает и будет помогать репрессированным. Второе. Война существенно поменяла обстановку. Волна украинских и российских мигрантов меняет ландшафт миграции. Мало того, был и поток беженцев из Близнего Востока, который создавал искусственно белорусский режим в 21-м году. Нельзя этого как бы не помнить. И, конечно, при этом всем ожидании, что белорусы будут вопросом номер один, как это было в 20-м году, ну, надо достойно принимать это, что Украина будет вопросом номер один. Ну, то есть, и это нормально. Мало того, все-таки, если смотреть рамку восточного партнерства, там договоры по ассоциации и так далее, то есть понятно, что белорусы по сравнению с украинцами будут сталкиваться, несмотря на доброжелательность, но все-таки у вас паспорт белорусский, и украинцам в этом плане чуть-чуть проще как бы там и биометрия, и те соглашения, которые были приняты. Это надо просто понимать, а не сравнивать. А почему и жалеть себя, почему к украинцам подход как бы чуть-чуть лучше в этом плане? Ну, потому что, как минимум, они являются как бы целью агрессии, и они подвергаются войне. Хотя я думаю, что было правильно отмечено, что Литва, как никто другой, понимает же уровень, масштаб террора на территории Беларуси так же. Третий вопрос – это дискриминация. И это очень часто надо разделять восприятие дискриминации и сам факт этого. Просто можно дать очень простой пример. По сравнению с беженцами из Ближнего Востока, что было в 2021 году, что продолжается сейчас, дискриминация белорусов даже далеко не пахнет. Ну, то есть при всем уважении и понесознании. То есть иногда очень важен сравнительный вот такой вопрос. И если кто-то скажет, ну, белорусы ближе географически и так далее, то есть это уже идет в ту сторону, о котором люди жалуются. То есть права для мигрантов, права для беженцев, они, несмотря по этносу, по религии и так далее, они должны быть те же самые. И четвертый очень важный пункт, что и про это часто стараюсь говорить, несмотря на то, что иногда это воспринимается так себе. То есть основная задача, так в Литве, так в Брюсселе, так в Германии, так и для здравомыслящих белорусов, я думаю, что это не пытаться вывести всю Беларусь и их приютить где-то, а создать безопасные условия на возможность вернуться. Так что нам всем важно очень не терять фокус и не разворачивать страничку 2020 года. Так что тут Ройгор вроде бы сказал очень важную вещь про саморегуляцию. Мне кажется, этого могло бы быть больше. Я не совсем согласен с выводами исследования, что вопросы надо решать через адвокаси или медийную какую-то повестку. То есть я понимаю, что это кажется как быстрый какой-то вариант и решение, но вот, например, если мы говорим про жилье, там цены, которые выросли, ну вы можете медийно писать как хотите, но цены все равно будут расти. Это просто объективный факт, что места нету в Вильнюсе. И это чувствуют не только белорусы, это чувствуют и другие мигранты, и жители Вильнюса также. То есть когда мы говорим про банковские счета, я стараюсь как можно как бы про это говорить там и с банками, и с ведомствами и так далее, но также надо понимать вопросы комплаенс, и что граждане третьих стран, и это не только белорусы и не только русские, нету желания там сравнивать белорусов и русских, ну скажем, азербайджанцы, даже те же самые американцы, если они не имеют там ВНЖ и так далее, они сталкиваются с проблемами открыть банковский счет, обосновать это, или делать переводы там с Америки в долларах, обналичивать деньги, или переводить это потом в третьи страны и так далее. То есть и строгий комплаенс – это отражение того, что было очень громкие дела по промыванию денег в Эстонии, и в Латвии, и раньше в Литве, и я думаю, что это хорошо, что комплаенс очень строгий, ну вот где, как помочь белорусам, не знаю, с тем, ну и Литва, я думаю, что в этом плане как бы много шагов приняла, и довольно быстро, и насчет выдачи национальных визий, потом упрощенного ВНЖ, до этого гуманитарный коридор, то есть и там с аккредитацией для журналистов, что помогает как бы обосноваться, открыть счет и так далее. Но, конечно, тут даже правительство иногда не могут сказать частным банкам, и большинство из этих банков, там, северные страны, ну, приказать, что вот давайте откройте счет этому или этому. Так что, ну, как-то подбаверивать чувствительно белорусским гражданам, это может, и это делается. К сожалению, как бы, это не все так просто. И имея в виду, сколько много белорусов, русских и украинцев приехало сюда. Как бы, но я понимаю, что это дает некоторый дискомфорт. Так вот. Так, в принципе, с большинством выводов согласен. Очень интересно. Я понимаю, что было бы хорошо видеть разделение, как себя чувствуют те, которые приехали по правозащитной линии и те, которые приехали через IT-линию, через релокацию IT-линию, потому что у них все-таки разный уровень жизни и так далее. Как бы где-то будет вещи пересекаться, где-то нет. Интересно также посмотреть, что в этой среде с некоторыми подобными вопросами банковских счетов, жилья и так далее, сталкиваются и те белорусы, которые жили до 2020 года. То есть, хотя они не были те, которые пострадали от репрессий и так далее. Так что, да, очень интересно. Я надеюсь, что этот разговор будет продолжаться и это подбаверить, делать и более углубленные как бы исследования. И я думаю, что это тоже будет очень полезно и литовским властям, и ведомствам. Так что, наверное, последний момент, который надо как бы учесть, что в Литву переехало десятка тысяч белорусов, а люди, которые занимаются Белоруссией, их ограниченное количество, мы говорим, ну, пару десятков, да. И каждый белорус, когда он, ну, вот эта саморегуляция, самоорганизация и так далее, если каждый белорус приходит к этому десятью, как бы, делает круги, так эти люди не могут заниматься делом, они только встречаются и разговаривают с этими белорусами бесконечно, да. Хотя разговор о банковских счетах, был и десять лет тому назад, я помню, что были исследования сделаны по ряду НКО, которые имеют ЧИТА, то есть вопросы комплаенс были далеко до войны и до протеста двадцатого года. Спасибо большое. ВИТИС, я вижу, что подняла руку Наталья Рябова. Хотите прокомментировать? Скорее досказать то, что забыла. То, что еще интересным представляется не только контакт диаспор друг с другом, не только то, как они организованы внутри. Мы когда-то про это немного писали, именно про диаспоральную организацию. Еще интересен процесс и тенденции перетекания диаспор друг с другом из Беларуси и в Беларусь. Потому что, например, для Грузии как наиболее как страны, куда приехала диаспора вот такая именно после войны больше айтишная, больше мужская характерна тенденция не только уезда некоторых в Европу или куда-то там, но и возвращение в Беларусь. Причем безопасного для этих людей. То есть они уезжали не из-за политического преследования, из-за войны, из-за санкций, из-за общего, может быть, дискомфорта. И есть такие волны людей, которые возвращаются назад всего разных причин. Называются. Это тоже, мне кажется, огромное вообще такое неисследованное поле. Спасибо, Наталья. Филипп, комментарии? Насчет, что внутри диаспор происходит, тоже, да, есть мысли, как это поделать. Все, думаю, что пообщаемся еще на этот предмет. К словам Витису Ирконеса, наверное, хотел бы вернуться. Во-первых, как никто другой Витис понимает, о чем говорит, это важно тоже, мне кажется, сказать. Мало людей, которые помогли бы стольким белорусам в Литве, вот, как Витис, поэтому, да, что называется. здесь для меня в том, что вы говорите, встает один важный вопрос, знаете, как для исследователя, как для социолога. Здесь в противоборство вступает мое стремление быть максимально объективным исследователем, да, вот, и то, что, ну, я как бы сам белорус в эмиграции, да, и в какой-то степени это для меня интерес, я, это исследование, я представляю интересы себя и людей, вот, с которыми я себя идентифицирую, отождествляю. Я не могу тут, к сожалению, это важно тоже признать, я не совсем объективен, да, когда я делаю это исследование, я не могу себя отстроить от этой группы и как-то максимально удаленно говорить про то, что чувствуется, поэтому, вот, Витис может, я, наверное, не могу в таких категориях просто вот рассуждать, мне кажется, что, ну, сравнивать себя с сирийцами, это все не очень, ну, в данном случае релевантно, доредчно, я, ну, возможно, с какой-то супер удаленной, такой позитивистской точки зрения, это действительно правильный подход, но вот люди, которые попали ко мне в исследование, они страдают прямо сейчас, вот, и это исследование в целом не в последнюю очередь призвано как-то эти страдания подсветить, обозначить, да, и несмотря на то, что, ну, я понимаю, что, конечно же, фокус на украинцах, да, это безусловно, люди, страна воюет, люди погибают, уезжают от ракет, которые в том числе из территории Беларуси летят, здесь ничего удивительного нет, но при этом проявления дискриминации, они не касаются только какой-то нерасторопности работы бюрократической машины, да, или какого-то комплаенса банков, здесь есть куча других случаев, которые искажают опыт беларусов в Польше, например, можно с уверенностью сказать, что Беларусь в Польше, да и в Литве на самом деле, в меньшей степени гораздо, да, и в Грузии чувствуют себя сейчас гораздо меньше в безопасности, чем до 24 февраля 2022 года, ну, и при этом эти люди, они, ну, литовцы так же, могу сказать, отместить, ну, честно говоря, я все понимаю, я все понимаю, здесь, ну, понятно, что всегда есть военная угроза, да, это тут вообще нет никаких вопросов, да, что военная угроза со стороны России понятна, если бы я сейчас был там балтийцем, я бы за свою независимость очень сильно переживал, да, вот, но помимо военной угрозы, да, есть еще и вот такие факторы. Ну, смотрите, очень четко, вот, студент из Паневежиса, из Шаулей, который приезжает, да, весь рынок недвижимости забит, то есть, он тоже чувствует, что он не найдет жилья, ну, то есть, и, ну, то есть, можем говорить и так, если бы, то есть, и это понятно, это очевидно, и вот я на это и говорил, что просто давайте смотреть не столько со своей комизельки, да, то есть, а посмотреть как бы шире, за пределами граждан Беларуси, да, сказать, что с этим сталкиваются абсолютно все, и то есть, является ли это, ну, то есть, ты только потому, что ты русскоязычный, ну, то есть, да, бываете те, которые говорят, нет, не хочу никаких русскоязычных, и так далее, да, будете те, которые будут смотреть, что, а, там, типа, лукашисты, и ты будешь там, я же видел, как даже русскоязычные украинцы ходили, как бы, и разговаривали на русском, и на них, что, типа, езжайте в свою Россию, и они сказали, мы из Мариуполя, да, и все так говорят, ой, извиняюсь, и так далее, ну, к сожалению, на бытовом уровне, надо сказать, что эмоций очень много, как бы, эти заявления политикой иногда тоже не помогают, как бы, и потому как раз и правозащитникам, и исследователям, и академиками, и экспертам, надо чуть-чуть, как бы, приземлять, меньше эмоций, рассказать, и подвайривать людей, смотреть шире, а не только со своего бока. Да, безусловно, безусловно, это вообще не обсуждается, это чисто истина, мне здесь не с чем абсолютно спорить, но в то же время есть вещи, да, которые, в принципе, с помощью адвокаси решаются, да, например, вот в Польше есть вопросы отказа в найме на работу, это не в последнюю очередь, наверняка, связано с тем, что люди, ну, не в курсе, что белорусы в Польше, это не те люди, которые поддерживают Россию, или Лукашенко, а их, ну, часто путают, в принципе, судя по отказам в найме, да, с лукашенковцами, вот, и вот тут я вижу, что, в принципе, простор для адвокаси, который не, как бы, не во вред гражданам стран, в которых это происходит, или украинцам, он, в принципе, имеется, это по большей части информирование какое-то, да, и налаживание просто контактов между белорусской диаспорой и всеми остальными структурами, как местными, национальными, так и украинскими, например. Поэтому, ну, нам с вами тут, как бы, не о чем спорить, по большому счету, я с вами согласен, я просто считаю, что можно, что достаточно, в достаточной степени, вот, есть вещи, которые можно достаточно малой кровью скорректировать, да, и в основном это связано с информированием, на мой взгляд. Там, Кристофер, да? Если мне дают возможность, да, Вкратце, мне бы хотелось сказать, высказаться против разделения групп, и я согласен, потому что я сейчас в Грузии нахожусь, я согласен, что здесь большая тенденция передвижения, люди приезжают, уезжают, к сожалению, наш спикер немножко завис. Да, Кристофер, простите, немножко не слышали вас, последние 30 секунд, пожалуйста, повторите, что вы говорили. Да, я вернулся, да? Я вернулся, да? Да? Хорошо. Теперь у меня уже... Если я исчезну, продолжайте без меня. Тем не менее, хотел просто сказать, я не согласен с тем, что нужно разделять группы. Я знаю, что, к сожалению, есть люди, которые говорят, что вот Россия, а не Белоруссия, ответственные за военные действия. Это неправильно. Такие люди есть, но их не так много. Однако в Грузии много людей, которые находятся где-то посередине. В том плане, что мы видим, что цифры в Грузии не сильно отличаются от цифр по Литве и Польше. для исследования мы должны анализировать, как диаспора поддерживает украинцев, как она смотрит на ситуацию с войной. Конечно, очень важно понимать, что белорусы не так сильно отличаются иногда от диаспоры друг с другом. Но картина, которую вы описали, нам о многом говорит это очень хорошо. Спасибо, Кристоф. Это так, как вы могли обязательно смотреть на то, что я никогда не ошибался, неизвестировал. Да, возможно, я не... Спасибо большое. Я думаю, что мы можем переходить уже к блоку вопросов. Сразу скажу, что в вопросах самые популярные часто повторяющиеся вопросы, это когда же можно будет, собственно, посмотреть исследование и где. Давайте, может, еще раз озвучим. Да, давайте, действительно, озвучим. Коллеги из фонда Эберт вот сегодня, я так понимаю, уже разместят русскоязычную версию на своем сайте. Все зарегистрированные участники сегодняшней презентации получат ссылку на отчет полный. То, что я продемонстрировал, это не полная версия отчета. За 15 минут я бы не справился. Вот. На полную версию отчета получат ссылку на e-mail, с которого была регистрация. в течение недели Тарас или Кристофер, поправьте меня, если я не прав, будет готов перевод на английский язык. Да, сегодня должны мы уже онлайн поместить. вчера мы отправили в цифровую библиотеку для исправления. Уже сегодня будет доступен онлайн на русском. Английская версия будет готова тоже очень скоро. Спасибо большое. Я также хочу отметить один из комментариев, который, это больше не вопрос, это комментарий от Наис Марин. Она добавляет к словам Витиса о том, что действительно белорусов стоит разделять среди белорусской миграции миграцию IT и политическую миграцию тех, кто убежит от репрессий, что, в общем-то, у них разные модели угроз и возможность вернуться в Беларусь. от всего рода привилегии, это как можно сделать необходимые документы для легализации и тому подобное. Или как-нибудь учитывались ли в исследовании разные группы? Безусловно, да, особенно у нас хорошая репрезентация по Польше, потому что в Польше у нас с помощью белорусского Молодивого хаба получилось достаточно хорошо опросить, ну и там, как мы понимаем, просто больше людей в Польшу едет, по факту, и это люди самых разных профессий, это не только IT, это не только репрессированные люди, это очень много людей по рабочей визе выезжает в Польшу, насколько я понимаю. Исследование не проводило разницы между этими людьми, у нас мы перед собой не ставили такую задачу, мы ставили перед собой задачу понять, подвергаются ли белорусы в принципе дискриминации и как они относятся к важным каким-то вещам, типа поддержка Лукашенко, отношение к войне, помощь Украине, как это соотносится с их опытом дискриминации. Мы в принципе не разводили людей, которые по политическим каким-то причинам уехали, от людей, которые уехали из-за того, что они не чувствуют себя в стране комфортно или в безопасности. Да, это безусловно очень интересная тема для как бы сказать, для того, чтобы продолжить вглубь закапываться. Вот, но я здесь немножко чуть-чуть буквально направлю, что едут не только айтишники и не только политические, да, простые люди тоже едут, особенно в Польше это заметно, и простые люди вот в принципе можно предположить, да, что с какими-то вот вопросами структурными люди, которые имеют менее хай-тек скиллы, скажем так, да, на рынке труда будут сталкиваться, ну, и чаще, собственно говоря, поэтому это, мне кажется, что важно не ограничивать дискурс политическими иммигрантами и айти специалистами. Да, я с этим тоже соглашусь, с нашей практикой работы в Белорусском хабе в общем-то, ну, у нас вообще показывают, что очень большие проблемы культурных деятелей, как раз-таки именно люди культуры старокируются с особой формой дискриминации, вот было бы интересно тоже исследовать. Витя Сирконис, пожалуйста, слово. Да, спасибо, я рад видеть вопрос или замечание Анаисы, как бы я думаю, что разделять разные группы важно, отмечать, как бы отметить с кем сталкиваются, но также надо подчеркнуть, что часть айти релокации, они тоже были сделаны из-за того, что подвергались репрессиям или конкретные как бы сотрудники или руководства, так что это не только бизнес, какая-то история, но и в том, что преследовались компании, это как бы так что ну да, те, которые имели дела, документированные угрозы, уголовные дела, им в разных странах как бы сложнее легализоваться чем высоко квалифицированным сотрудникам. В Литве, мне кажется, и это не совсем так, потому что у нас есть так называемый упрощенный ВНЖ по правозащитной линии и в принципе любой желающий и имеющий документированные угрозы как бы может это получить или на это претендовать. И тут тоже очень важный момент, когда мы говорим про дискриминацию и восприятие, также и про угрозу и восприятие. Мы с начала войны видели очень большой поток, замечали очень большой поток запросов на визовую поддержку для тех молодых ребят, которые боялись призыва, они говорили, что я не хочу воевать и так далее, и так далее. И вот вопрос, это такой открытый вопрос для всех, первым делом для белорусских правозащитников и белорусских экспертов, то есть как с этим быть? Потому что четких угроз нет, есть опасения, плюс мало того, все-таки есть третьи страны. Я тоже соглашусь с Натальей, что какая-нибудь Грузия не является только перевальным пунктом. Там есть люди, которые там очень целенаправленно едут, потому что нет визовых ограничений и так далее. То есть есть другие страны, где можно релацироваться, если ты опасаешься, у тебя нет репрессий, но у тебя есть какие-то опасения. некоторые выезжают только на три-четыре месяца, исчезают из радара и возвращаются. Так что тут очень надо четко говорить. Иначе тогда мы говорим про всех белорусов. И было в чате много вопросов по визовой поддержке. Меня чуть-чуть смущает то, что когда начались вся конкуренция по поводу визовой поддержки и что забанить все выдачи визы и так далее, как бы была реакция некоторых белорусов, что надо всем белорусам выдавать пятилетние шенгены. А на следующий день приезжает в Воскресенске в Германию и говорит, вот этому нельзя. Ну так давайте помогите нам самим определяться, каким надо, каким нет, кто должен быть санкционированный, который приближенный бизнес Лукашенко, который нет, люди в погонах, которые там военный КГБ, типа это окей или не окей, если он работал до 20-го года, это окей, а если до 21-го года, это тоже окей, ну то есть это вам отвечать на это, рядовой там какой-то не знаю пограничник Польши или Литвы, как он должен обозначать вот это хороший и плохой и так далее. Я не говорю про паспорта хороших или плохих белорусов, но в принципе какая-то саморегуляция по сути должна быть, расследовательский журнализм должен быть, должна быть карта соучастников режима, то есть база данных ПЭПов и все такое, это громадная работа, которую могут делать представители гражданского общества, имея в виду сколько их выехало за последние два года, и мы говорим про десятки тысяч людей, то есть есть огромный пласт работы, не только давить на соседние страны по выдаче виз, но также им помочь как бы улучшить радар, то есть в Беларуси. Спасибо большое. Еще был такой вопрос, отмечалась ли в исследовании какая-то разница между эмиграцией до 2020 года и после 2020 года? Спасибо за вопрос. Мы действительно проверяли, у нас есть понимание, что в Польше больше людей уехало до 2020 и после 2020. Да, действительно, такое тоже было. Вообще, мы спрашивали, когда респондент попал на территорию Польши, Литвы или Грузии, никаких закономерностей с этим связанных не выявлено. Вот, все примерно соответствуют среднему по этому показателю, никакой связи нет. Ну, есть только разница, в какие страны когда приехали, но до 2020 тоже примерно. В Грузию чаще ехали после войны, в Польшу чаще ехали после августа 2020. после начала войны, я имею в виду, конечно же, полномасштабного вторжения. Спасибо большое. У нас, в общем-то, закончились вопросы. Единственное, остался комментарий, такое предположение тут есть, что в Грузии отказывают в найме жилья не по национальному признаку, а потому что грузины боятся агентов спецслужб. Ну, может, такое возможно, мне кажется, что в этом исследовании мы этого не сможем понять, но, возможно, это интересно. В Резламе есть такая история, да, есть такие кейсы, и были такие слухи, уж не знаю, насколько вам тут интересно слушать слухи, что Россия собирается завоевывать Грузию также, поэтому они присылают вот эти ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, которые будут снимать квартиры в течение нескольких месяцев, а потом хопы завоевания, и поэтому они не хотели сдавать грузины. И это слух, который проходил в местном чате риэлторов, а не просто среди кого-то. Поэтому просто это я слышала тоже своими ушами, и такое было, но, опять же, успокоилась. Это вот такой был немножко истеричный всплеск после начала войны. я просто отвечаю автору комментария, что есть и случаи отказов и на этом основании, но есть и случаи отказов и на основании, что не хочу ни русских, ни белорусов, так что не надо говорить, что по национальному признаку не отказывали. Спасибо большое за комментарии, спасибо всем присутствующим сегодня экспертам, зрителям. У нас уже подходит к концу нашей встречи. А там же еще был вопрос от Виталия несколько. Про предложение скорее, да? и рука у него поднята. Да, может быть, послушаем действительно. Так, извиняюсь, не заметила. а мы можем, если рука поднята, Виталий не является участником встречи, да? Ну, я думаю, что... Я отключил звук. А, можно так. Да, если можно, да. Добрый день. Спасибо за исследование. Я хочу, хотел две ремарки сделать. Первое, я считаю, что очень полезным было бы, исследуя вопрос дискриминации белорусов, вот скоррелировать его с количеством беженцев, принятыми странами, в которых проходит исследование, потому что, по моим ощущениям, больше, например, дискриминация белорусов, в том числе, связана с огромным количеством украинцев, и белорусам приходится конкурировать, ну, например, в детских садах или при приеме на работу, и там, ну, совершенно естественно, что украинцам дается предпочтение. И, ну, вот, это такая первая ремарка. Мне кажется, что, наверное, украинских беженцев в процентном отношении в Грузии и в Литве поменьше. Вторая вещь. Я считаю, очень важным в будущем исследовании включить вопрос вот исследования о дискриминации либо поддержке белорусов со стороны правительств. Потому что то, что сейчас происходит, вот буквально мы с вами наблюдаем, да, что по инициативе прибалтийских стран на заседании Совета Министров, ну, вот, возможно, будет принят такой компромиссный вариант и белорусам ухудшат визовый режим. Я хочу здесь что сказать, что, вот, в принципе, как бы тоже наблюдение такое. Раньше Чехия и Литва являлись такими форвардами, да, в лоббировании прав, ну, или там в коннекции белорусов с Европейским Союзом. Сегодня эти правительства именно этих стран, потому что надо, наверное, гражданское, ну, общество отвечает от правительства, являются как раз проводниками дискриминации. И то, что касается Литвы, например, это уже не первое действие и, к сожалению, таких исследований нет. И правозащитные организации, по крайней мере, литовские, на это не реагируют. Потому что, например, ограничение ввоза, да, вот 80 евро для белорусов, которые въезжают в Беларусь со стороны Литвы, это было там уже сколько, полтора года назад. Сейчас это, сейчас это, в общем-то, требование в ограничении виз. И еще очень важно, на мой взгляд, то, что министр иностранных дел Литвы, да и, собственно, от многих там правительственных чиновников сейчас звучит через запятую Литва, то есть Беларусь и Россия. Раньше такие вещи могли слышать только от Кремля, от Путина. Сейчас об этом говорит Ландсбергис, и в принципе реакции нет. И по поводу некомплексного подхода, вы знаете, мне кажется, вот смотрите, вы не чувствуете когнитивного диссонанса, когда Витя Зюрконес говорит о том, что мы должны в равной степени относиться к арабам, да, эмигрантам и белорусам. И в то же время правительство Литвы ставит вопрос о дискриминации, то есть точнее об ограничении ВИС для кого? Ну, не для арабов, а для русских. Почему? Ну, там есть основания. То есть мы наблюдаем нормально, я считаю, вполне себе такой дифференцированный подход. Я бы советовал и правозащитным организациям, думаю, что правительству Литвы и властям было бы интересно защищать подходы старых европейских стран, например, Португалия, у них был такой кейс, они добились для двух латинских стран, латиноамериканских стран, без визового въезда в Европейский Союз, потому что они имели более тесные взаимоотношения с этими странами и потому что, ну, по понятным причинам там было больше связей и больше коммуникаций, хотя там Европейский Союз на первых этапах был против. Поэтому я считаю, что, конечно, вот эти тенденции нужно исследовать, и кроме того, я считаю, что кроме вот объединения диаспор, нам необходимо еще сотрудничать с правозащитными организациями, которые находятся в этих странах. Вот в Польше, например, там единственная проблема в том, что правозащитные организации находятся на позиции к действующему правительству и там, скорее, наверное, на негатив больше будет восприниматься, но в целом я считаю, что на это нужно обращать внимание и дифференцированный подход к белорусам он все-таки должен быть. По крайней мере, вот в Польше делает этот позитивный дифференцированный подход, потому что, по моим ощущениям, польское правительство хотя бы след за украинцами реагирует, ну и для белорусов вводит такие упрощенные, например, продление ВИС, разрешение на работу. Литовские банки, Витяз, я могу привести пример еще по поводу ВИС, это важно, вот хочу сказать два-две вещи. Десяти человек, как минимум, которым литовские банки закрыли счета, это оппозиционеры из гражданского общества, люди, после начала войны в Украине. Польше я не знаю таких примеров, поэтому давайте не будем говорить о том, что это было всегда, и это как бы не только для Белоруссии. Это и литовские банки, шведские, которые в Литве. Второй кейс, вот просто, по поводу гуманитарных виз. И тоже это, ну, тоже это мой месседж для исследователей. Нам нужно фокусироваться не только на эмигрантов, но, в принципе, на людей, которые находятся в стране, потому что, в принципе, какие-то условия, дискриминация или нет, они относятся к ним. Вот по поводу кейса гуманитарных виз. У нас два раза отказали сейчас активистки, у которой в одной комнате с ней жили, да, две девушки, их арестовали, у нее была гуманитарная виза. Она год не выезжала со страны, надеясь, что там изменится ситуация, и работала активно. И после этого два раза посольство ей по формальным причинам отказало. На третий раз после таких вот усилий нам удалось эту визу дать этой девушке, чтобы она получила. Поэтому вот гуманитарные визы, давайте будем откровенны, что значит лишение белорусов возможности открытия визы Д. Это, по сути, железный занавес для большинства белорусов, которые остаются в стране, не хотят эмигрировать. Гуманитарные визы вообще не решают никак проблемы. Ну вот, и мне кажется, что тут большое тоже поле для исследований, по крайней мере в отношении действий правительства. Спасибо. Спасибо. Можно я быстренько прокомментирую? Я вижу, там Витяз уже готов ответить, вот, наверное. Не буду готов оценивать высказывания там Лансбергиса по поводу вот, насколько я понимаю, там, и туристические и так как бы не выдавались. Все это немного выглядит странно, но, опять же, я в этой области не то чтобы эксперт. Вот про исследования я с удовольствием прокомментирую ваши ремарки, да, то есть мы действительно мы даже установили такую связь, мы не делали какого-то статистического анализа, но мы упоминаем, что видим различное количество украинских беженцев в трех странах как одну из причин различного восприятия ситуации и различного отношения к миграции, то есть, ну, как я уже подчеркнул, проявление опыт дискриминации со стороны украинцев, он гораздо острее воспринимается, чем опыт дискриминации со стороны местных. Что до какого-то правительственного измерения, я солидарен с вами, это было бы хорошей темой для какого-то отдельного исследования, мы перед собой таких задач не ставили, вот, в этот раз просто. Мы немного контекст, когда мы в основном тексте отчета, там контекст описан, там есть немного рассуждений на эту тему, можно было бы, наверное, побольше, но не фокус нашего исследования. Вот, а что до ну, кейсов португальских или литовских, ну, я думаю, что какой-то middle ground найдется, если я правильно понимаю, что про отмену выдачи в EZD вообще как бы и не ведется, да, то есть, никто не собирается прекращать ее выдавать, останавливать это. Да нет, ведется, ребята, извините, что я перебиваю, это реальная, это реальный месседж, который посылается, и это, в принципе, реальный кейс дискоминации, ну, до этого Чехия же, в принципе, всерьез собиралась запретить обучение белорусских студентов, это не шутки, то есть, это может выглядеть как пиар, но сейчас вот ухудшение выдачи, условий выдачи ВИЗ будет рассматриваться на Совете Министров иностранных дел по инициативе конкретных стран, это все очень, очень серьезный кейс. Наверное, я тогда тут лучше ВИТИСу уступлю, вот, потому что, ну, я не наблюдал, единственные месседжи, которые я видел, это то, что там, ну, туристические мы останавливаем, гуманитарные продолжаем выдавать, вот, другого я не видел, возможно, и этого, в принципе, уже достаточно для опасений, но тут я просто не хотел бы казаться экспертом там, в том, где экспертом не являюсь, передаю. Типичный случай, где люди занимаются, чайно-нечайно занимаются дезинформацией, ну, или распространяют дезинформацию, потому что, ну, если вглубляться, то просто про заголовки говорить, было очень четко сказано, что, как бы, туризма нет, пострадавшим, да, как бы, и тоже даже тут в разговоре, ну, типа, звучит такое, что туристические визы, это равно шенгенским визам, или наоборот, это не так, то есть шенгенские визы выдаются и по разным причинам, и туризм тоже, но в то, что предлагается, что не было, как бы, основанием туризма, как я говорил, как бы, это было предложение, и это уже работает, с самого начала войны, как бы, я думаю, что, в принципе, для любого адекватного человека это нормально, то есть вопросы, как бы, там, родственников, и так далее, встречи семьи, это не туризм, командировки, конференции, правозащитные, не знаю, если кто-нибудь поедет там, вместе с Анаэс Марин, в Женеву, или куда-то, на какую-то, правозащитники, на презентацию, это тоже не является, как бы, туризмом, и вот, ну, эти вещи надо различать, национальные визы, это и стажеры, и практиканты, и студенты, и сезонные работники, и, то есть, по правозащитной линии, то есть, просто единственная проблема тут, что между визами, визами, ну, такими визами, должна быть пауза, как бы, с шести месяцев, и иногда, как бы, люди, просто сидят в ожидании, потому что есть эта пауза, еще одну важную вещь, надо сказать, что Европа Европы, но есть и третьи страны, то есть, если там реально ситуация очень плохая, или человек очень плохо себя чувствует, но нет никакого признака преследования, и так далее, ну, то есть, и виза выдается, и в других странах, ну, и, как бы, не только, и это тоже сделано исключением белорусам, потому что, в принципе, должен обращаться в своих странах, ну, то есть, в Минске, или там, в Гродно, и так далее, это было сделано исключением, сейчас Белесе, ну, вот Наталья, как никто другой, знает, насколько завалены посольства в Тбилиси, да, где выдают там визы белорусам, и то есть, те, которые говорят, что ой-ой, точно уже все сокращают, просто пойдите там в посольство в Минске, посмотрите, там один, один дипломат сидит, и какой большой поток, это вообще уму непостижимо, насколько, то есть, можно было бы сказать, что все, мы ничего другого не делаем, только бумажки перекладываем, и так далее, но визы-то выдается по факту, и, то есть, смотреть там на заявления политиков, и потом там истерику, которая искусственно создается, ну, мне кажется, ну, нечестно, особенно странно выглядит, когда кричат те белорусы, которые уже там или в Польше, или там в Литве, или там в Эстонии, или даже в Португалии, да, ну, то есть, и они там с Мохито сидят и говорят, вот как бескриминируют белорусов, придите к нам в офис, то есть, восемь часов вечером, и посмотрим, то есть, кто, какие там визы делает, и кто не делает, а кто только кричать и напрягает, то есть, потому что кричать и напрягать, тоже не помогает, по сути, потому что это дает и противоположный эффект, потому что некоторые политики скажут, ну, образили вообще, то есть, мы фигачим тут, а люди, говорят, ну, распространяют дезинформацию, ну, то есть, мне кажется, это как минимум нечестно, а там про ответственность вообще не говорю. Ладно, извините, Витис, я просто, поскольку тут какие-то эмоциональные слова высказаны, я хочу просто обратить внимание на то, что Германия и многие страны выступили против инициативы литовского правительства и тоже поддерживают тезис о том, что это дискриминационная штука, поэтому давайте не будем манипулировать. Коллеги, давайте, давайте, наверное, может быть, эту дискуссию не нужно проводить здесь и прямо сейчас она, мне кажется, что тут мы правду не найдем, потому что у меня есть подозрение, что происходит мискоммуникация вообще какая-то, ну, и, по-моему, по времени у нас как раз все, ну, и градус заодно немножко сбросим. Да, и, в общем-то, принимаем во внимание, что сегодня мы обсуждаем тему исследования, думаю, что тема горячая и обсуждение того, как выглядят в разных странах процессы негализации, проблем с негализацией, изменений законодательства, это очень большая тема, и она требует, на самом деле, отдельных встреч, обязательных отдельных встреч и большой работы, большой работы, поэтому я рада, что сегодня мы все здесь собрались и обсудили замечательные исследования, и очень буду ждать свою копию, чтобы почитать его полностью, и надеюсь, что все также в ближайшее время получат полные результаты исследований, мы сможем уже полностью оценить результаты, на самом деле, мне кажется, что результаты, во всяком случае, те, что показывают отношение белорусов за границей к происходящему, к российскому вторжению в Украину, они воодушевляют, они показывают, что кто мы такие, что мы все еще вместе, что нас все еще много что объединяет, и мы знаем, куда мы двигаемся. Спасибо большое всем участникам, спасибо спикерам, спасибо Филипп, спасибо фонду Фридер Хэгдетта за поддержку этого исследования, и до новых встреч, друзья. Благодарю, да, всем спасибо, всем спасибо спикерам, дякую Шире за участие, за критику и за мысли.